Если в самый разгар зимы вы скучаете по жарким странам, то окунуться в экзотику вам поможет выставка «Мир обезьян». Настоящий контактный зоопарк развернулся в выставочных залах галереи Гавриила Ващенко. Здесь, помимо десятка обезьян старого и нового света, можно познакомиться с игуанами, попугаями или муром. Гости выставки могут погладить бетона альбиноса, ручного дикообраза, маленьких шиншилл и рыжего кролика, а также сделать фото с экзотическим туканом, нильским крокодилом и енотом-полускуном. У каждого обитателя мини-зоопарка свой характер – от спокойного до гиперактивного, но большинство охотно идет на контакт с людьми. А гиды рассказывают интересные факты из жизни обитателей «Мира обезьян» и их повадках. Пообщаться с животными, птицами и рептилиями в галерее Гавриила Ващенко можно до 3 февраля. В этом году в областном центре появилось новое любительское объединение – городской светский клуб. Первую встречу его организаторы посвятили историческому путешествию к традициям празднования Рождества и Нового года. Гости светского вечера заглянули в XIX век, послушали отрывки из художественных произведений, рождественскую музыку того времени и побывали на занятиях по основам бальных танцев. Городской светский клуб – совместный проект Центральной городской библиотеки имени Герцена и студии исторического танца «Кружева шагов». Стать участником клуба и светских раутов может любой желающий. Организаторы планируют проводить встречи регулярно, посвящать их праздникам, событиям и юбилейным датам. Открытие фото-выставки и творческий вечер Евы Дудорги прошли в музыкально-литературном салоне областной библиотеки имени Ленина. Журналист, прозаик, член Союза писателей Беларуси. В прошлом году она отметила юбилей и издала книгу под названием «Но ты не сможешь отказаться» – сборник своих лучших публикаций, повести и рассказов. В течение 10 лет Ева Дудорга руководит литературным объединением «Пролеска», создает собственный интернет-журнал «Душегрейка». Кроме того, Ева Дудорга – редактор газеты «36,6» Комельского государственного медицинского университета. Тема творческого вечера писательницы – «Малая родина в сердце моем». На представленных автором фотографиях – родная деревня Романовичи, семья, белорусский колорит и праздники. За чашкой чая гости беседовали с автором о людях, мире и том, что близко каждому. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. 16 января Гомельская областная филармония приглашает всех на рождественские встречи. Камерный хор и оркестр, а также солистка Ольга Кузьменко подготовили для слушателей лучшие хиты духовной и современной классической музыки. Под сводами Дворца культуры железнодорожников прозвучат церковно-славянские песнопения, старинные романсы, русская зарубежная классика, а также вокально-хоровые миниатюры. С искусством шоколада вас познакомят во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Специализированная выставка – это прекрасная возможность увидеть шоколадных птиц и животных, эйфелеву башню, одежду, обувь и множество других интересных предметов. На создание всей экспозиции ушло около двух тонн любимого кондитерского изделия. Посетителям разрешат прикоснуться ко многим экспонатам, а также сыграть в шоколадные шашки. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».